Дал какой-то многоугольник, но я нарисовал кривую такую линию И нужно его разрезать на несколько частей, переместив которые мы можем составить какой-то другой Ну, то же самое Спрашивается, как разрезать его по такие части, чтобы это получилось Ну, понятно, что площади должны быть равны, необходимы и достаточно нужны Ну, вот здесь по этому поводу теорема, которая предписывает негерскому математическому фарту Шабая Который расслабился тем, что он был отцом знаменитого Яна Шабая Который открыл в одно и то же время, примерно, Слобачевским, не и ты другим Ну, вот фактор Баяя доказал такую теремию, что любые два многоугольника, имеющие разную площадь, равно составлены В том смысле, что можно разрезать один на несколько частей, но тоже многоугольников каких-то Передвинув Который, мы положим второй к ногу Ну, доказательство у него подряд был очень громоздкий, длинный И, независимо вроде бы от него, немецкий офицер, как я читал, фамилии Гервин Придумал более простые доказательства, и эту теорему обычно называют так Я совсем недавно, читая разную фитературу по этому поводу, узнался, что, оказывается, еще там два человека к этому углу привозили Видимо, независимо они все это открыли, но я не запомнил, уставили какие-то англичане Один вроде бы уволился, но я не знаю, кто это приводится Вот, значит, ну а частные случаи этой задачи, конечно, рассматривали его действия до них И они, собственно говоря, популярны в разных уборниках головоломок Ну вот, например, скажем, Генри, по-моему, его звали в Чудлине Это знаменитый английский сочинитель головоломок Давным способом как-то образовать правильную трубку, разрезав на четыре только части Ну реально, есть она в книжке Зевердины, которая издавалась на русском языке много раз Можно в интернете ее найти Вот, оказывается, можно разрезать на четыре куска Ну, в той же Дюлени рассматривал и такую головоломку Как разрезать наш квадрат на несколько кусков, чтобы из них составить, например, три квадрата Придумал способ, как это сделать с помощью шести только кусков Ну вот, кстати, задача превращения квадрата в три разных квадрата Она вообще очень старая И связывает ее с именем Рабства, видимо, математика Нам поменял Который противный жил в десятом лице Он придумал красивый способ, как разрезать на девять кусков Получить цепи квадрата Ну, я могу только попробовать его нарисовать Без особых объяснений Вот, кстати, так вот Вот мы берем один из тех трех квадратов, которые мы хотим получить Ну, его если разрезать диагональными, то получается два треугольника И вот эти треугольники мы берем четыре таких треугольника Которые как по половинке квадрата И прикладываем вот в таком порядке к этому квадрату Вот так и вот так Ну, вот эта фигура Такая Мельница что-нибудь У нее площадь как раз и равна утроенной площади квадрата То есть, если бы она была квадратом То бы все бы все было пришено Но она не квадратная Она квадрат в первосядной очереди Мы вот прогоним так Линию Так Потом вот так И вот так Четыре проведенных линии как раз образуют квадрат Это можно проверить Ну, вот Желающим ему сами дома попробовать посчитать И убедиться, что действительно квадрат А вот эти треугольнички Которые вылазят за пределы квадрата Они в точности равны и даже симметричны Вот этим треугольничкам, которые выняты Поэтому нужно просто Оцветать эти треугольнички И поместить их Вот На местами Этих неотраженных треугольничек И у нас как раз получится квадрат Ну, всего 9 Так вот Красивая Пуфила Вот Прозвивается Такая наука Называется Вычислительная Геометрика В ней Разные Геометрические задачи В основном Дискретные Хочется решить самым экономным В том или ином смысле Способ Ну, вот Я когда-то давно Значит Тоже попробовал одну из таких задач Сформулировать С точки зрения Ну, минимизации Ну, во-первых Можно понять Так Разрезать Эти многоугольники На наименьшее Количество Кусков Чтобы Чтобы Задача решилась Ну, если мы Один угольник Допустим Преобразуем В какой-то другой То, конечно Кусков Минимальные Которые нам для этого Нужны Но Можно обозначить Ну, обычно Такую задачу Кстати И Рассматривают И Вот Все Составители Головоломок Например Они всегда Старают уменьшить Но Если смотреть На задачу Практические точки зрения Ну, например Разрезать Квадрат На n Равный Квадрат Не нацелили На n Ну, вот Утверждается Кстати Что Эту задачу Обой Вах В том Что Меня Сильно Удивило Я Думал Что Только Для n Равного 3 То Это Задача Какой-то Прикладной Интерес Но Если Н Равно Квадрат То То Что Делает Практический Ну Вот Вот На 16 Пусков Мы Разрезали Ну и Более-менее Понятно Что Способ Оптимальный В любом А вот Если Не является квадратом Ну Коктейль Например Возникает Проблема Ну И вот Возникает Как минимизировать Число Кусков На которые Мы Должны Разрезать Большой Квадрат Чтобы Из них Потом Составить Маленький Ну Если Задачу Расматривать Как Такую Практическую То Наверное Может быть Более важно Не число Кусков Минимизировать А Например Минимизировать Суммагную Двину Всех Разрезов Которые Мы Делаем Чтобы Разрезать Квадрат На эти Кусики Потому что Время Работает Человек Который Резет Пропорционально Все-таки Длиннее Этих Разрез Ну Вот Минимальную Длину Разрезов Нужно Чтобы Заданное Можно Делать Ну Можно Рассмотреть И Близкую Величину Что-то Промежуточное Между Этой Скажет Р Это Просто Число Промаринениях Разрезов Которые Нужно Сделать Чтобы Решить Разрез На Многоугольнике Тут Правда Возникает Один Тонкий момент Значит Хотя Кусики Конечно Мы будем Рассматривать Как Многоугольные Но Фактически Две задачи Получается Разных В одной Задачи Мы Разрезаем На Многоугольники Таким образом Что Любые два Соседних Многоугольника Имели Общую В качестве Общей Границы Разрезания Какой-то Сторон Или Часть Сороны Ну Короче говоря Прямолинейный Ответ Любые два Смерть Прямоугольника Должны В повещении Давать Прямолинейный Ответ Ну Или Точку Если Возможно Разрезание Когда Два Соседних Многоугольника Имеют В качестве Общей Границы Какую-то Ломку Вот Я такой Пример Дарисовал Вот Пусть Мы Берём Квадрат Ну Скажем Размером 12х12 И Хотим Его Преобразовать В прямоугольник Размером 9х16 Вот Это можно сделать, разрезав его всего-то на 2 части. Ну, я вот сначала его режу как бы на прямоугольничке, размера 3 на 4. Вот получается тоже 12 штук. А потом провожу вот такую ломаную, и вот все, что у меня под ней, это у меня будет один многоугольник. Ну, не будет. А то, что наверху, второй многоугольник, ну, кстати, равный первому. А теперь я возьму его и вот так передвину, спущу по лестнице. И у меня получится, что эти глифы и фигуры вместе составят уже не квадрат, а прямогоугольника. Ну, размера 9 на 6. То есть мы решили задачу, разрезав на 2 куска. Но куски эти не получаются путем прямолинейных разрезов. Ну, точнее, конечно, получается вот так вот. Ну, все-таки это другая задача. Ну, и раз это другая задача, то и вот эти величины тоже можно определять двумя способами. Для первой задачи, когда у нас 2 и 2 многоугольники имеют прямолинейную общую границу, и для задачи когда такого ограничения нет. В общем, получилось 5 разных задач. Ну, надо сказать, что некоторые из них можно решить до конца, то есть найти точные значения. Ну, а под большим словом, решить до конца я даже не умею. Но можно какие-то пациенты получить. Верхние и низкие довольно близкие группы. Продолжение следует...